Поверьте мне, вкус этого блюда действительно необычный, и вряд ли вы пробовали что-то подобное. Нежнейшее мясо в кисло-сладком соусе с традиционными английскими булочками, волшебное сочетание. Рецепт приготовления говядины по-деревенски условно можно разделить на два этапа. Приготовление, собственно, мяса и приготовление скон, традиционных английских булочек, поэтому не стоит пугаться такого большого количества ингредиентов, на самом деле все довольно просто, надо просто начать, а дальше, я уверена, вы без труда справитесь, а про вкус самого блюда я могу сказать вот что. Это нежнейшее мясо с ароматным, пряным кисло-сладким соусом, не забываем, что конек соуса сливовый джем, а булочки, это вообще объедение. Я так к ним пристрастилась, что начало готовить как самостоятельное блюдо, и сейчас я расскажу вам, как сделать говядину по-деревенски в домашних условиях, и, поверьте мне, это блюдо будет украшением любого стола. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Первым делом нарезаем говядину кубиками со стороной около 2 сантиметров. Далее лук нарезаем четверть кольцами, а чеснок, меленько. В сковороде разогреваем растительное масло, обваливаем кусочки мяса в мяуке и обжариваем на сковороде до золотистой корочки. Перекладываем говядину в отдельную посуду, а на сковороде начинаем обжаривать лук с чесноком, готовим, пока лук не станет прозрачным. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Перекладываем лук с чесноком к мясу, добавляем джем, уксус, соус чили и соевый соус, посыпаем сушеными травами и тщательно все перемешиваем. Теперь мясо в соусе необходимо переложить в форму для запекания, затем залить бульоном или водой. Закрыв крышкой, отправляем мясо в разогретую до 220 градусов духовку. Когда жидкость в форме закипит, убавляем огонь до 180-200 градусов и готовим около полтора часов. Сейчас мы можем приступать к приготовлению булочек, для этого мы просеиваем муку в глубокую миску, добавляем разрыхлитель, соль и сахар, хорошенько перемешиваем сухую смесь. Теперь выкладываем масло и руками перетираем в крошку. Затем добавляем нашинкованную зелень, перемешиваем и начинаем постепенно вливать молоко, пока не получится мягкое и рассыпчатое тесто. Теперь формируем из теста колобок и на гладкой поверхности раскатываем в пластинку толщиной около 3 см, вымешивать тесто не надо. При помощи стакана делаем вот такие замечательные булочки. И выкладываем их на мясо, не бойтесь, они не утонут, так как к тому времени соус станет уже достаточно густым, выпекаем их при открытой крышке и температуре 200 градусов в течение получаса. А вот, собственно говоря, конечный результат моих стараний, я не добавляю к мясу никакого гарнира, так как оно весьма сытное, а булочки делают его еще более сытным, поэтому разламываем горячую булочку пополам, намазываем маслом и приступаем к трапезе, приятного аппетита. Вкусняшки, подписавшимся. Ингредиенты 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 комментируем лайкаем или дизлайкаем подписываемся чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала всем марией удачи и дачи у марией увидимся